Качество воды на Тверских водоемах оставляет желать лучшего. Такой вывод сделали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Эксперты ведомства взяли пробы жидкости в наиболее популярных местах отдыха горожан. На Константиновских карьерах, на Тьмаке в Первомайской роще, на Тверце и на пляже на набережной Афанасия Никитина. О том, какие результаты были получены, в нашем сюжете. Городской пляж на набережной Афанасия Никитина. Даже в разгар рабочего дня здесь достаточно много народа, спасающегося от полуденной жары у воды. Впрочем, несмотря на популярность этого места у горожан, официального статуса пляж все еще не имеет. И когда ситуация изменится, неизвестно. Ведь каждый год специалисты регионального Роспотребнадзора бракуют образцы воды, забранные в этом месте. Так случилось и этим летом. К сожалению, результаты воды были неудовлетворительны по микробиологическим показателям. Причиной этого является повышенная температура воздуха, большое массовое скопление людей. Вследствие этого вода водоемов не успевает самоочищаться. И что приводит к повышенной мутности, соответственно, к загрязнению данной воды. По этим же причинам, считают специалисты Роспотребнадзора, не отвечает санитарным нормам вода и в других водоемах города. В частности, оставляют желать лучшего качества проб, забранных на Константиновских карьерах, на Тьмаке в Первомайской роще и на Тверце близ Затверецкого моста. Впрочем, самих горожан, судя по всему, это не сильно волнует. Им хочется хоть где-то спастись от июльской жары. Да у нас в Твери везде, скажем так, болотца. Поэтому, ну, более-менее смотрю, наблюдаю. Если нет прям сильно много уточек или каких-то кувшинок, почему бы не искупнуться? Купаться советуют специалисты. В таких водоемах следует с особой осторожностью. В противном случае велик риск возникновения дерматита или аллергической реакции. Такую воду нельзя глотать. Важно, чтобы ее контакт со слизистыми был минимальным. А вернувшись с водоема домой, следует в первую очередь принять душ.